В Мордовии прошел Всероссийский день приема граждан. Каждый год, 12 декабря, каждый желающий может прийти без предварительной записи к любому из чиновников. Задать вопросы, а иногда прямо на месте решить проблемы, которые копились годами. За несколько лет этот метод работы зарекомендовал себя только с лучшей стороны, рассказывает Людмила Кусерова. 12 декабря с 12 часов дня до 8 вечера двери кабинетов абсолютно всех чиновников открыты для приема. Этот указ президента России беспрекословно исполняется уже несколько лет подряд. Перед входом в исторический зал городской администрации Саранска свободных сидячих мест нет. Люди пришли, чтобы городские чиновники во главе с мэром помогли решить коммунальные, личные и бытовые проблемы. Мы идем с проблемой благоустройства придомовой территории, потому что у нас 31 год нашему дому и асфальта никакого нет. Мы выходим с подъезда и сразу на проезжую часть. Никакого тротуара, ничего у нас нет. И вот мы уже прошли все инстанции, дошли к миру еще. Может он нам поможет. Домком многоэтажки на улице Полежаева в Саранске показывает папку с документами. Это многолетняя переписка с городскими чиновниками, которые, несмотря на полномочия, то ли не смогли ей помочь, то ли не захотели, вот и пришлось идти на прием Петру Тултаеву. У нашем доме никогда не было ремонта. Сейчас в очень плохом состоянии крыша, в очень плохом состоянии инженерка. Такие же проблемы, как у них, но мы сейчас пока о них не говорим. Сейчас для нас главное решить отремонтировать инженерку и пустить циркуляцию горячей воды. Городские чиновники собрались в мэрии за большим овальным столом. Руководители районных администраций, коммунальных служб, разных муниципальных отделов. В общем, все, кто отвечает в городе за какие-либо вопросы, из кого можно спросить по всей строгости закона. Жительница поселка Зыково интересовалась, почему ее дом признали аварийным, но уже много лет не могут снести. Местные чиновники не говорили ей ничего конкретного. Петр Тултаев ответил за них. По вашему дому, раньше 18-го года мы это сделать не сможем. Даже вот, наверное, и не 18-й год, чтобы не обманывать, это 19-20-й год. Это вполне реально. Раньше это не произойдет. Вы говорите, можно изыскать возможность, каждый человек вот сюда приходит со слезами, просит изыскать возможность, но, к сожалению, этих возможностей нет. Еще одна жизненная история. Женщина 20 лет назад приехала в Мордовию из Казахстана, обещали дать квартиру, но потеряла здесь сына, дочь. Теперь с внучкой инвалидом и маленькой правнучкой рискуют остаться на улице. Петр Тултаев пообещал найти способ им помочь. Дал своим подчиненным поручение и срок на его выполнение – полгода. В день распахнутых на стеж дверей открытых чиновников можно было спрашивать что угодно и у кого угодно. И если Петр Тултаев вникал в каждый вопрос и сопереживал к каждому посетителю, то министр ЖКХ республики Алексей Тюркин остался безразличен к просьбам трудящихся, задающих каверзные вопросы. Одна из самых неоднозначных проблем бездомной животной – что делать, чтобы и кошки были целы, и зоозащитники довольны. Услышав это, министр растерялся, потому что в гуманном направлении об этой проблеме никогда не думал. Обращались главы муниципальных образований. Что нам делать, что нам делать. Хотя начальники прекрасно знают, я работаю в других должностях. Когда работал и в жилищном тресте, и в районе, мы не спрашивали, что нам делать. Мы просто отлавливали, размещали их на временный приют. Ну а затем, кстати, если не находился хозяин. День открытых дверей проходит каждый год. Это стресс для чиновников всех рангов. Приходится лицом к лицу встречаться с теми, от кого в обычной кабинетной жизни можно просто отписаться. И люди уже поняли всю прелесть таких встреч. С каждым годом посмотреть в глаза чиновникам. Желающих становится все больше. Людмила Кусерова, Наталья Тюрина, Александр Гурьянов и Андрей Просвиркин. Наши новости.